Танк 8 уровня AMX 50-100 Вообще, может показаться, что сражаться в топе очень просто, как на любом танке в обычном нашей игре, а внизу списка очень сложно. Но по правде не совсем так. На самом деле гораздо больше, скажем, сходств, чем различий. Ну, давайте и по различиям пробежимся. Во-первых, чем отличается сражение вверху списка от сражений с десятками? Прежде всего, у противников достаточно маленький разовый урон. То есть нет такого, что ты вылазишь и получаешь сразу в лоб на тысячу, а потом еще на 500 и все. Здесь, вон, тигр в 246 стреляет. Поэтому, используя это первое различие, мы можем быть более смелыми. То есть выезжать на двух противников можно почаще. Даже вот в данном случае это было рекомендовано. Потому как тигр получил от меня дважды по 300, ну, должен был получить в два раза по 300, а сам не нанес в свои несчастные 240. Стоило ли оно того? Конечно. Было бы ли это оправданно, если бы я так же выезжал, но там стоял Ягдпанзер Е100, к примеру, и какой-нибудь там еще бабахачик? Нет. Ни в коем случае. Разовый урон это большая разница в случае нашего танка. Еще раз повторюсь, пробивают абсолютно все, мы в любом случае получим. Вопрос, сколько? Второе отличие от сражений в топе, это также то, что можно использовать некоторую нерасторопность противников. Как и их мозговые, скажем, способности. Потому что, ну, как правило, сражения с десятками там больше специалистов встречается, потому что все-таки выкачать десятку нужно, ну, скажем, быть более опытным. Хотя и среди восьмерок, конечно, не исключение. Но я к тому, что десятый уровень танков обладает чаще всего, особенно средней, высокой стабилизацией, плюс точностью. То есть так просто выехать и воспользоваться тем, что противник продолжает сводиться и не до конца это сделал, не получается. Как правило, выезжаешь и уже получаешь, только потом сам досвелся. То есть, скажем, еще один лишний повод в топе быть поактивнее. И третья разница, может быть, даже она не такая заметная, как первые две, это артиллерия. В принципе, и в том, и в другом случае некоторые артиллерии нас способны ваншотнуть. Другое дело, что сражаясь с артиллериями десятого уровня, они нас наверняка ваншотнут, просто если попадут куда-нибудь там рядом. Ну, даже не обязательно в танк. В танк в любом случае, ну, за небольшими, окей, исключениями, когда случайно повезло и артиллерия попала там в пушку, или в гусеницу, или как-то еще, мы можем с одного выстрела не отлететь, но это крайне редкое явление. Все же остальное очень похоже. И в том, и в другом случае не стоит никогда выезжать первым посвятить. А где там враг? Посмотрю-ка я, выгляну, выйду на центр. Нельзя ни в коем случае. У нас, опять же, брони нету, и хоть и неплохая максималка назад, но все-таки этого явно недостаточно, чтобы подумать о том, что это все закончится хорошо. Выезжаем, пол-хп потеряли, и потом только заметили врагов. Стоит ли так делать? Ну, пожалуй, нет. И в том, и в другом случае обязательно нужно быть внимательным во время вашей перезарядки. И даже до того, как оно случилось, уже догадываться, где вы будете перезаряжаться. Это такое время, минута, это не 5 минут, это всего лишь 50 секунд. То есть это время все-таки пройдет рано или поздно, но за это время, например, ИС-3 вам даст 4 раза. За это время вы можете отправиться в ангар, если окажетесь не там, где нужно. Поэтому союзники, которые, скажем, врага останавливают, сдерживают просто своим наличием, вокруг вас просто очень необходимы. И в том, и в другом уровне боев. Это одинаково. Например, пострелял во всяких тигров Т-69, как вы видели, ушел на перезарядку, спрятался за сарай, так, чтобы артиллерия не прокидывала, и перезарядился спокойно. Выезжаю, готовый, заряженный. Можно опять продолжать ехать, размениваться, вести себя более активно, агрессивно. Ну и, наверное, последняя разница в сражениях в топе, то, что у противников все-таки не по 2 и по 3 тысячи очков прочности. Как правило, по тысяче, по полторы, ну и типа того. То есть мы любого забираем с барабана, и наш разовый урон в 300 в таких уровнях сражений очень раним для противника и ощутим. Пережить наш барабан никто не сможет, если мы будем его, скажем так, стараться выдавать точно, ну и вообще. А, ну да, конечно, разница еще в том, что танки 10 уровня более бронированы, а 8 уровни менее бронированы, это да. То есть бронебойных снарядов для сражений вверху списка всегда более чем достаточно. Голдой стрелять в топе, это, ну, перебор, это, ну, не нужно. Потому что 232 мм мы пробиваем. За редким исключением мы всех пробиваем в лоб чуть ли не на автоприцеле. Может быть с какими-то американскими твердыми ПТшками, типа там Т-28, и возникнут какие-то проблемы, но только с ними. А их, как и в этом случае, Т-28 можно было объехать. То есть проблем с бронепробитием нет. Подытоживая, все-таки играть вверху списка и внизу не так уж и сильно отличаются. Да, мы в топе можем позволить себе больше вольностей, больше агрессивных каких-то атакующих маневров. Потому что нет большого риска здесь слишком много выхватить за раз. И размен почти всегда будет в нашу пользу. Но, все равно, заигрываться не стоит, и стоит все-таки держаться союзников. Они в любом случае либо как талисманы нам нужны, либо просто как щит, который предохранит нас на момент перезарядки. И бронебойных снарядов в топе всегда более чем за глаза. То есть потратиться на сражение вверху списка по галде или еще чему-то, ну, будет глупо и неоправданно. Как видели в этом бою, ничего особенно сложного не было. Но в то же самое время я и далеко не вылазил. Однако 5100 набросал в Войнос все дела. Ну и даже нафармил, даже без прям аккаунта 20000. Ну, правда, этот бой был, конечно, очень хороший. Ну, а вот следующий бой, который мы посмотрим, наоборот, бой внизу списка. Вспоминая то, что мы уже обсудили, совершенно четко надо понимать, что нам ни в коем случае нельзя, первое, ехать никуда одному, второе, никому никогда светить по центру. Почему? Потому что какой-нибудь СТ-10 советский или японский нас разметает в клочья еще до того, как наш барабан закончится. Не говоря уж о том, что там даст перезарядиться. То есть это совершенно полное безрассудство играть вот так вот. Мы не обязаны на тяже никому светить. И это делать нужно только в крайних случаях. Ну, не значит, что АМВИ сказал не светить. Все, я не буду, буду возле арты своей тусоваться. Нет, речь не об этом. Например, речь о том, что сейчас на этом фланге, куда я поехал на этой карте, очень плохо. Почему? Потому что в нашей команде средних танков почти нету. А у противников их очень много. Может быть не очень, но много. И у нас тут поехали всякие вафли, тяжи, а там уже вон сколько СТ-шек засветилось. Я понимаю, что здесь все. До свидания. Этот фланг мы уже проиграли. Уже пора его оборонять. На всякий случай разверну, что значит проиграли направление. Там сейчас очень много врагов. Очевидно, что они все свой урон, который будут получать, как-то так разделят, что все останутся живы. Плюс у нас там очень мало сил. Тип-61 вообще без брони. Всякие там остальные пацаны. Т-34 тоже не противник, не соперник. Вафлю нашу уже слили. То есть очевидно, что сейчас там всех распилят без потерь. Будь там дважды таких игроков, как я, и этого было бы недостаточно. Там опасно стоять по всем параметрам, потому что и эти СТ-шки распиливают, и артиллерия. Ну и по поводу выбора боеприпасов. Вот вы будете смеяться, но все же таки, каждый раз после боя, я когда вспоминаю о том, в кого стрелял, как пробивал, спрашиваю себя, а пробил бы я этого пацана, если бы по нему не голдой стрелял, а бэбэшками. И почти всегда ответ да. Когда ты голдой третий раз подряд не пробиваешь Е100 в НЛД, понимаешь, а в чем прикол? И бэбэшкой бы не пробил. Может быть даже пробил бы там из-за нормализации. Кто его знает. И каждый раз я об этом думаю. И каждый раз после боя. Во время боя я себя, естественно, успокаиваю, по старой памяти запрягаю там полный боекомплект голды. На этот случай, к слову, у АМХ-51-100 очень большой ассортимент снарядов, которые в принципе в него влазят. Нехватки снарядов вообще никогда не может возникнуть. Но в то же самое время, у подкалиберных есть какая-никая разница, которая, по крайней мере, я сам себя успокаиваю. Это скорость полета этих снарядов. Они на дальней дистанции очень быстро летают. Разница там достаточно большая. Тысяча метров в секунду бэбэшка летит. И 1250 подкалибер. То есть брать упреждение гораздо проще. Гораздо проще. Особенно сильно это влияет, например, когда вы сражаетесь против какого-нибудь, ну, С-110. Например, вот тот же Т-62А. С его подкалиберами. Он высовывается, как будто бы лазером. Моментально в вас попадает. Вы в ответ, допустим, ему бэбэшку бросаете. И она пока долетит, он успеет скрыться. Подкалибер в этом плане чуть проще. Но не сильно он там чего-то много решает. То есть разница в стрельбе голдой и не голдой у АМХ 50-100 не дает сверхрадикального преимущества, как на каком-нибудь там ИС-6 или Супер Першинге. Ну, или вот на подобных танках. Ну, а все остальное, что я в этом делаю в бою, оно, в принципе, ровным счетом укладывается и в то же самое, что мы делали на Энске. Стоим, скажем, перезаряжаемся всегда за спинами союзников, всегда крутимся как-нибудь рядом возле союзников, чтобы они либо потанчили, то есть поотбивали урон, не попринимали, потому что я в любом случае приму, я не могу своей броней отсутствующей вообще ничего отбить. А союзники некоторые могут, вот Фош, например, там рядом трется, он наверняка что-нибудь отобьет. Лучше пусть он, чем я. Даже если он получит, все равно лучше пусть он, потому что, во-первых, у него ИХП побольше, во-вторых, у меня барабан. Я воспользуюсь эффективнее его броней вместе с ним, чем просто он воспользуется своей броней. Может быть, непонятно выразился, но аналогия примерно такая, что вот дождь пошел, а зонтик только у одного. Зачем мокнуть второму? Можно вдвоем встать под один зонтик. Вот тут такая же история. Он мой зонтик, и мы с ним рядом тремся. Тем более сейчас я разрядился, ослабил противников, они отъехали, и дали этому Фошу зеленый цвет, он поехал дальше нагибать. То есть мы вместе в синергии друг другу помогли, да? Да. А вообще вот так вот, если отстраниться от всего, что мы обсуждаем, и немного поразмышлять о барабанах в целом, все-таки какая колоссальная разница между французскими барабанами, которые, как мне кажется, достаточно неплохо сбалансированы в целом, встроены в танк. Ну и вот не скажешь, что АМХ 50-100 палка-нагибалка, то что во время, когда какой-нибудь барабан у Ваффентрагера или у Т-57 Хэви. Разница радикальная лишь только в том, что время перезарядки внутри барабана, между выстрелами, у выше обозначенных Ваффентрагера и Хэви, очень быстро, 2 секунды. Ты просто не успеваешь среагировать. Он выезжает, бах-бах-бах-бах, и это очень имбалансно. Так быть не должно. В то время, когда перезарядки 2,5, 2,7, либо 3 секунды, между выстрелами в барабане, с не очень высоким разовым уроном, это то, что нужно нашей игре. Это явно не нарушает баланс. Иными словами, вот я бы взял просто и отменил бы вот такие быстрые перезарядки внутри барабана, у всех танков, у которых большой разовый урон. Этой игре не на пользу. Какой бы ты ни был крутой парень, выезжаешь случайно, все делаешь весь бой верно, а перед тобой Ваффле стоит. И все, ты ничего и никогда не противопоставишь заряженной Ваффле, будь ты хоть трижды там гений. И это, мне кажется, в этой игре плохо для барабанов и их наличия в целом. Во всех же остальных случаях, особенно во французских, здесь все более чем сбалансировано. Ну и давайте традиционно подытожим, как бы барабаны барабанами, а в целом, в чем разница, сражаясь внизу списка? Быть еще более осторожным, даже я бы так сказал, тише воды ниже травы, но не упускать своего шанса. Добивать врагов АМХ-50100 так же легко может, как и одноуровневых, так и десяток, без проблем, когда они раненые, окруженные и так далее. И упускать это ни в коем случае нельзя. Не нужно и забывать и о скорости. Она всегда позволит переместиться и где-нибудь там чего-нибудь затащить. Очень часто вы могли видеть, ну, может быть, не на моем канале, но на каких-нибудь в руках того же слайда специалиста по этому танку, какие-нибудь бои, где он реально тащил на этом танке. Ну, в общем, как-то все, может быть, сумбурно, но тем не менее, постарался, надеюсь, ответить вам на вопрос, как лучше всего играть на АМХ-50100. Спасибо за просмотр. Отмечайтесь в комментариях, что полезного сказал. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, чтобы нагибать так, как я. Все, всем пока.